Источник взят из комьюнити Lost Media, которая взорвала сеть поисками утраченных медиафайлов. В этом видео я соберу по кусочкам имеющиеся у нас информацию и постараюсь выяснить, кому же принадлежит эта песня. 7 октября 2021 года пользователь под ником Carl92 загрузил 17-секундный отрывок загадочной песни на портал vadzatsong.com. Когда начались поиски песни, пользователи мгновенно запросили более длинную версию трека, дабы помочь в поисках. Однако Карл продолжал пояснять, что это все, что осталось от песни. Также он дополнил, что записывал отрывок с целью освоить оцифровывание. Его ответ гласит. Спасибо. К сожалению, это все, что у меня есть. Я не помню происхождение этой записи. Я обнаружил ее между кучей других старых файлов с DVD-бэкапов. Скорее всего, я тогда лишь учился оцифровывать, и файл там попросту завалялся. Дело в том, что это настолько знакомая для меня запись, и я подумал, что это не будет для меня чем-то непонятным. В дальнейшем обсуждении пользователь под ником Низке внезапно раскроет одну из теорий, которая осузит происхождение песни, и поддержит историю Карла. Это явно не кассета, а определенно запись телеэфира, поскольку звук содержит сигнал с частотами около 15 тысяч килогерц, присутствующих только на аналоговом вещании исключительно для некоторых стран. Если все, что расписал Низке, не фейк, то это не только сочетается с рассказом о цифровке, но плюсом и раскрывает теорию о том, что песня вполне могла звучать на музыкальном телеканале, например, на том же MTV, или вообще в рекламе, о чем мы поговорим подробнее позже. Поскольку поиски продолжаются, пользователи в это время пытаются определить и слова из песни, чтобы помочь ее распознать. Но, несмотря на это и более других вариантов текста, распознать песню все равно не удается. Имейте в виду, что это может быть фейковый текст песни, поскольку трудно разобрать, что поет исполнитель. Некоторых это наводит на мысль о том, что песня просто-напросто сделана при помощи нейросети, что приводит нас к следующей части видео. Было выдвинуто множество теорий и домыслов о таинственной песне и ее происхождении, причем часть из них более правдоподобны, чем те, которые притянуты за уши. Появилась и распространенная версия к разгадке темы. Это версия о том, что сама песня была просто сделана при помощи нейросети. Несмотря на то, что искусственный интеллект добился значимых результатов за последние пару лет, музыка по-прежнему не является тем, на чем нейросеть может продвинуться. Однако, не упуская возможности, я попробую продолжить песню с помощью Open AI Jukebox. И, скажем так, это дико стремно звучит, чем показалось поначалу. Кроме того, если принять во внимание факт того, что песня была загружена в 2021 году, еще до того, как нейросеть не была более продвинутой, чем сейчас, то в эту теорию становится уже труднее верить. Чего не скажешь о версии, упомянутой ранее. Версия о том, что песня крутилась по телевидению. Есть предположение, что песня использовалась в рекламе автомобиля Салин. Эта теория взята из комментариев к одному видео на YouTube, которое, к сожалению, уже недоступно. Однако, пост, найденный на Reddit, вполне себе этот факт подтверждает. Кто-нибудь знает больше инфы о том, что песня взята из рекламы автомобиля Салин? Некий парень оставил коммент на видео, что брат его отца, работавший в Салин, помнит эту песню. И вроде бы в другом комменте тоже писали о том, как лично застали рекламу. Кто-нибудь узнал об этом больше? Я считаю это интересной идеей. Парень, который загрузил песню на портал, сказал, что записывал это в 99-м. Салин выиграли на испанском чемпионате по гонкам в 99-м. Возможно, поэтому парень и решил, что это испанская песня. Если она действительно была в рекламном ролике. Эта версия стала набирать обороты, когда Redditor и ответившие в посте предоставили ссылку на скриншот переписки с представителем компании Салин. Но он не мог дать точного ответа о том, использовалась ли эта песня в одном из рекламных роликов. Однако подтвердил то, что ролик действительно был снят, но так и не был выпущен. А вскоре и вовсе помечен как незавершенный. Как по мне, эта песня, скорее всего, вовсе не использовалась в рекламе. А комментатор на YouTube, возможно, просто перепутал ее с другой. Как я сказал ранее, существует множество версий. В том числе и те, которые рассмотрены в этом видео. Но, несмотря на это, ни одна из них не дает никаких подсказок относительно того, откуда взялась эта песня. Однако это не означает, что мы не можем определить, когда и где эта песня была выпущена. Проанализировав аудио, можно услышать отчетливый клэп из драм-машины Лин. Которая выпущена в 82-м году. По словам Карла 92, исходник был датирован в 99-м годах. Отсюда и делаем вывод о том, что песня была выпущена в период с 82-го по 99-й годы. Глядя на то, что песня наглядным примером превосходно отражает атмосферу лиминальных пространств 80-х, многие считают то, что она и вправду была создана в середине или конце 80-х годов. Касаемо того, где была создана эта песня, многие указывали на произношение исполнителя в некоторых словах. И на то, насколько они похожи на японский акцент, объясняет один из пользователей Reddit раздела Lost Wave. Исполняет несомненно японец. Ниже обсуждается, чип это или шейп. Произнося слово овца, не владея английским в совершенстве, на акценте это будет звучать как нечто среднее между овца или форма. Это трудно объяснить. Но это можно заметить при произношении слова ложь. Серьезно, послушайте пару японских песен. Когда они поют на английском, примерно это так и звучит. По другой версии, исполнительницей песни Everyone Knows Ted может быть Роксет, у которой есть несколько разных песен, жутко похожих по мелодии на трек, позволяя предположить, что это могла быть демозапись. К описанию прилагается ссылка на видео, в котором эта теория излагается в полном объеме. Также существует теория, что песня принадлежит японской группе Of Course, из-за схожести с голосом. Все это лишь вызывает вопрос, кто же все-таки написал песню? К сожалению, полного ответа на этот вопрос до сих пор не имеется. Название этой песни по сей день загадка, но поиски все еще продолжаются. Происхождение песни и то, кто ее создал, не говоря уже о полной версии, еще не раскрыто. И на данный момент нам пока придется наслаждаться этим отрывком. А пока благодарю вас за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok